Массовая хлопкоуборочная кампания на юге страны началась две недели назад. Но урожаю аграрии пока не рады. То, что они собрали, не получается выгодно продать. Заводы по приёму хлопка жалуются диханием, максимально занижают цены. «Священник людей интересует цена. Хлопок – это большой труд. Мы всё лето на поле, даже в 40 градусов на жару. Все семьёй работаем. У кого-то 3 гектара – 5 или 50. Для нас главная цена. Но пока она невыгодная». Баужан Тасбулатов хлопок выращивает на 10 гектарах. Говорит, в этом году вырастить и сохранить урожай оказалось делом непростым. Сначала взлетели цены на топливо, удобрения и аренду сельхозтехники. А потом очередным ударом стали вредители. Их было на редкость много. «У меня с гектара расход 460 тысяч тенге выходит. Я от вредителей пять раз обрабатывал. Покупал витамины, два раза поливал. А ещё солярка и селитра подорожали. Цена на хлопок должна быть адекватной». Об убытках заявляют и другие хлопкоробы «Юга». По их словам, расходы не окупаются, и хлопководство перестало быть прибыльной отраслью. «Мы все в долгах. Даже скотина на продаже не осталась. Некоторые детей в школу одеть не смогли». Но заводам, как частному бизнесу, указывать никто не может. Сначала хлопок сирец у сельчан закупали по 200 тысяч тенге за тонну. После того, как недовольство стало нарастать, в ситуацию вмешались местные власти. Цена выросла до 250 тенге. Но и этого мало считают хлопкоробы. Тем более деньги выдают авансам. «Люди жалуются, что обманывают на весах. Если показывают 100 килограммов, они меньше, говорят. Второе качество. Говорят, анализы в лабораториях неправильные проводят. Прошу компетентный орган обратить внимание на этот вопрос. Мы должны решить это». Нынешние санкции, введенные против России, затронули всю логистику. Подорожали перевозки. Заводы стали больше платить за транспортировку. Раньше на дорогу уходило 300-350 долларов, а сейчас до 450. Вот что происходит. Это рынок». Но ситуация ещё может измениться. Предприниматели призвали всё-таки договориться, чтобы выгодно было всем. Специалисты также отмечают, что на мировом рынке хлопок подорожал сразу на 30%. А цена на белое золото всегда зависела от зарубежной биржи и конкурентной среды.